Врач, фитотерапевт, диетолог, автор десятков опубликованных научных статей, автор более 50 опубликованных книг и брошюр, автор сотен видео в интернете. Смотрите это видео дальше, и вы узнаете, как же правильно лечиться, чтобы вылечиться и жить без болезней. Когда же чаще всего возникает необходимость заняться лечением? Ну, наверное, тогда, когда вы ставите свой организм в не самые комфортные для него условия. Иными словами, даете ему запредельную задачу, которую он не может полноценно решить. И включает различные защитно-приспособительные механизмы, которые часто и трактуют как болезни. Возможно, необходимость заняться правильным лечением у вас возникает на фоне уже происходящего лечения, когда вы принимаете различные медикаменты. И нужно оценить, насколько обосновано применение того-либо иного медикамента, потому как все они имеют как лечебные свойства, так и побочные эффекты. И важно, чтобы эти побочные эффекты не складывались и не проверяли на прочность различные ваши органы и системы. А что же делать, с чего начинать лечение, независимо от причины, которую вы вызвали? Вы узнаете прямо сейчас. Прежде чем начинать лечение, вы должны определиться со временем. Я имею в виду, вы должны знать, насколько имеющееся заболевание опасно не только для вашего здоровья здесь и сейчас, но и для вашей жизни, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. И в соответствии с этим, с имеющимся у вас очень важным ресурсом это время, выбирать те или иные средства. А будут это фармакологические препараты, либо это будут средства народной медицины, фитопрепараты, как монок, так и комплексные. Будут это какие-то пищевые продукты питания, пряности, специи, такие как поваренная соль, такие как пищевая сода, такие как лимонная кислота, такие как яблочный уксус. Очень популярно сегодня лечение перекисью водорода, лечение керосином, лечение маслами, семенами, медом, продуктами пчеловодства. Да масса средств лечебных есть, но! Очень важный момент. Панацеи сегодня отсутствуют. Медицина развилась великолепно, знаний масса, но! Эти знания пока показывают, что панацея отсутствует. А значит, для того, чтобы вам быстрее восстановить свое здоровье, вам нужен не один препарат, не монотерапия, а политерапия. То есть вам нужна схема приема, в которой разные лечебные средства, отыграв свою ключевую роль, будут заменяться более эффективными уже в этой ситуации. И если вы способны сами создать такую схему лечения без проблем, если у вас есть хороший доктор, который может это сделать без проблем, но! Все лечебные средства хороши, если выполнено еще одно очень важное условие. Ведь работа клеток – это постоянная доставка на клеточный уровень примерно 500 различных компонентов воды и кислорода. Если вы все делаете правильно, работа клеток происходит легко, клетки работают хорошо, органы и ткани, из которых состоят клетки, работают хорошо, согласованно, ваш организм работает хорошо, но вы в этом случае здоровы, а не больны. Вот если вы заболели, то параллельно, я бы сказал, до того, как вы начнете применять какие-то препараты, ну естественно, если у вас не неотложное состояние, вы должны изменить свою систему питания. И подобрать то диетическое питание, которое соответствует имеющемуся у вас комплексу заболеваний. В этом случае вы теоретически на входе в организм вносите те нужные компоненты, которые нужны для восстановления нормальной работы клеток. Но! В эту ситуацию вмешивается еще один очень важный фактор, а именно работа пищеварительной системы. Потому как обычный гастрит, гастродуденид, панкреатит, дискинезии желчного, энтероколит, дисбактериоз кишечника вносят свои поправки в то, что вы получите из принятой вами пищи. И получите вы значительно меньше. Получите немножко другой набор компонентов. И это все нужно учитывать просто-напросто в диетическом питании, а также в состоянии печени. Которое продукты пищеварения, попавшие в кровь, 100% берет на себя и перерабатывает уже в нужные вашим клеткам. И в этом случае вы можете спокойно выйти из болезни и дальше не болеть. Но! Только в том случае, если у вас хорошо работает транспортная система. Основной транспортер большинства питательных веществ клеткам – это вода. Если вы знаете три точки, наиболее распространенных сегодня, и вам нужно определиться, какая точка ваша. Потому как сегодня говорят, что для здоровья нужно пить полтора, два и два с половиной литра воды. То вариантов значительно больше. Потому как это количество воды соответствует людям определенного веса, определенного возраста, определенного пола. А далеко не всем. Это не универсальные точки. Потому как крайняя точка – два с половиной литра воды. Это суточная потребность в воде для человека весом 50 кг. Это не так часто встречается сегодня в жизни. Хотя те, кто имеют такой вес, они знают уже правильный ответ на этот вопрос. Сколько нужно пить воды? Но! Есть еще другой вопрос. Какую пить воду нужно? Потому как вода утром отличается правильно, правильная по качеству вода. Отличается от той воды, которая должна поступить в организм вечером. Вода до еды. Она иная, чем вода во время и после еды. Вода до занятий спортом. Она иная, чем вода, которая может приниматься во время занятий. И обязана приниматься после окончания тренировок. Разные виды воды нужны каждому человеку. А еще есть разные заболевания, при которых та или иная вода будет показана или противопоказана. Если вы знаете, как правильно пить воду, без проблем. Вы можете донести все продукты пищеварения клеткам, чтобы они там участвовали в обмене веществ. Но! Есть еще один важный факт. Кислород. Дыхательная система. Не у всех в идеальном состоянии. Сердечно-сосудистая система. Основной транспортер кислорода. Также не у всех работает достаточно хорошо. Поэтому, прежде чем заниматься правильным питанием. И применять в себе правильное употребление воды, вам нужно еще научиться правильно дышать. В этом случае вы имеете возможность не просто быстро и с минимальными потерями для своего здоровья вылечиться. Но и дальше не болеть. И жить дальше. Без болезней. Иными словами, получить высокое качество жизни. И иметь шансы получить активное долголетие. Что вам делать? Как этот комплекс весь оценить? Без проблем. Ссылочку на первое видео моего канала вы видите. Перейдя по ней, вы можете попасть на самое первое видео на моем канале. И последовательно, проходя, просматривая одно видео за другим, вы будете получать ту информацию, о которой я только что рассказал. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, я бы советовал вам, не мешкая, подписаться на мой канал и переходить на первое видео. Начинать просмотр видео на моем канале с самого начала. Потому как они поставлены в логической, причинно-следственной связи. Если вы будете выдергивать из контекста отдельное видео, вы получите полезную информацию. Но она будет не настолько полна, как я ее поставил на этом канале. Поэтому смотрите видео с самого начала. И получаете не просто удовольствие, а вкладываете полученную информацию в самое дорогое, что у вас есть. В ваш банк здоровья. Который первично был сформирован вашими родителями. И только от вас зависит, насколько быстро вы станете банкротом. Либо миллионером по своему здоровью. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...